доброе доброе всем утро доброе утро скажите пожалуйста есть у нас тут такие ранние птички кто также проснулся пораньше с утра или будем только мы вдвоем с александром знаете сегодня кстати очень очень такой большой эксперимент потому что наш сегодняшний гость он у нас находится даже не в россии и даже где-то там не рядышком в европе он нас будет вещать из америки из эпицентра финансов нью-йорка и поэтому пришлось перенести наш эфир аж на 2 часа я уверен это стоит того я приветствую вас ранних птичек в 7 утра кто-то смотрел до 24 часов эфиры сейчас будет еще один и сегодня ну я думаю когда вы с нами здесь поймете что проснулись не зря так рано вы поймете что эфир на сегодня будет очень необычный потому что наш гость человек который действительно гениален во всем что связано социальными сетями очень крутой маркетолог инвестор человек который знает вот о контенте буквально все но еще мне кажется что очень интересно что этот наш гость только-только завершил свидание с судьбой в майами поэтому снова нам свежие инсайтики мысли идеи просто буквально вот обеспечены поэтому мои дорогие хочу пригласить сюда к нам в прямой эфир александра воловика александр я вижу уже здесь сейчас мы будем подключать я но а мы как обычно я понимаю что вы наверняка еще только-только просыпаетесь поставить чтобы александр почувствовал как у нас здесь хорошо и сердечки помню что мы ставим в чат и не ставим так александр приветствую привет привет из сингапура у нас сейчас получается на двух на двух разных концах земли представляешь вот александр получается но очень двенадцать часов ночи правильно да но не за одиннадцать оказалось ну хорошо значит не так еще плохо да 11 часов ночи представляете в нью-йорке сейчас 12 часов дня в сингапуре и 8 до нет 7 часов утра по москве очень представляете до чего техника дошла как можно теперь общаться да что мы а сколько в сингапуре сейчас сингапуре 12 часов я 12 часов дня да у нас вот такой неплохая разница да да александр спасибо тебе большое потому что я знаю какое у тебя же горячее время вообще какой-то занятой я тебя действительно благодарю что ты там буквально с манхэттена сбежал к себе в номер чтобы поговорить с нами да и может быть потом обратно туда я уже все я уже смотрю фильм классно не отвлекайся на фильм поговори с нами чуть-чуть а я уже его отключил да чтобы с вами поговорить как раз друзья всем привет поставьте плюсики напишите из какого города вы смотрите что понимать широту географии нашего сегодняшнего эфира мы уже рассказали что я сейчас из нью-йорка веду трансляцию катя сейчас находится в сингапуре все 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 в разных точках александр давайте напишите из какого города ребят да поэтому пока она все будет писать про нашу географию мило из москвы так она присоединилась из армении на смотрят калужская область а вот кто рядом с тобой диана тоже в америке да круто диана привет диля казахстан алматы привет я кстати вырос недалеко от алматы город из копчегай где-то вот с двух до шести лет провел в этом городе комсомольск на амуре всем привет москва привет такая активность не крутая аудитория катя классная у тебя аудитория в инстаграме хочу тебе сказать это мы это мы это мы еще понимаешь что мы еще не разошлись сейчас мы разойдемся с тебя инсайты начнем так знаешь выманивать все что ты узнал на свидание судьбой это сейчас увидишь на самом деле это значит такой эксперимент в 7 утра когда мне александр сказал что единственное время просто девять утра для него было бы уже час ночи мы поняли что диск на время с 7 утра я говорю ну давай айда 7 утра кто будет смотреть кто будет смотреть 7 утра кому это нужно видишь столько активных ребят у вас да так что сейчас соберемся еще больше александр спрашивай спрашивай у нас смотри у нас цель таких эфиров что мы хотим получить особенно вот например ты только что вернулся свидание с судьбой это же самый прорывной тренинг тони робинсон и мы хотим получить как можно большее количество инсайтов практик стратегии может быть которые даже еще мы не были там кто-то на семинаре но мы уже можем брать и применять в своей жизни вот ну а прежде чем я тебя начну вот это все расспрашивать мне хочется понять вообще как ты попал на тони робинса как ты вообще на нем оказался у это именно на этом тренинге или вообще в принципе то есть я же был в сингапуре в этом году а вот давайте начнем с сингапура а как вообще вообще у меня был удивительно длинный трип по азии то есть я там сначала был на филиппинах потом на бали поехал потом устал от дождей что на филиппинах что на бали были сплошные дожди я поехал в таиланд думаю ну блин надо же отдохнуть хоть чуть-чуть я как бы ну вот прям отдыхать отдыхать отдыхаю только в январе я думал что бы ну вот надо хоть чуть-чуть и поехал на пхукет по прогнозам вроде на пхукете были дожди но в пасторис у знакомых дожди не было я прилетаю туда буквально на три дня вот просто на три дня и потом от меня из бангкока рейс до москвы обратно думаю хоть три дня там искупаюсь и встречаю там ребят с мзс а ну с бизнес молодости с мзс у нас такая тусовочка чат свой и они говорят а что ты не летишь на тони робинса а меня весь азиатский трип всегда я встречал каких-то ребят то на бали то на филиппинах мне говорили а ты типа не летишь на тони робинса я говорил ребят но запарили не хочу на тони робинса чё вы меня с тони робинсом чё я там не видел вот и в итоге я решил встретиться с этими ребятами они говорят что ты не летишь я говорю да вот ничего а чё ты паришься вот с пухукета лететь полтора часа до сингапура там без визы можно четыре дня вот пожалуйста вот в чате сейчас найду тебе билет короче вот мы нашли билет какая-то девчонка там не попала и в общем мне получается организовали билет вот через мид партнерс и я в итоге оказался на юпи-дабл ее тренинг который ну я долго не буду рассказывать там юпи-дабл ее да это очень крутой тренинг он стоит не так дорого кстати он стоит по моему сколько он стоит сингапуре 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 были особенно недорогие цены прямо там он стоуст около 50 60 тысяч сейчас просто лондоне вода подороже вот я не помню точно но там более да гораздо дешевле цены сингапур несу не супер дорого я подумал что ну раз уж я как бы ну надо короче заехать меня ребята убедили в том что надо и я сопротивлялся но в итоге вроде как а еще прикол был тот день когда я с ними встретился точнее вечер когда я встретился с этими ребятами я реально случайно слушал книгу тони робинса час силы просто вот реально сколько совпадений да 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 но я не мог не попасть в чем попал на тони после этого сразу вот но если фактически если здесь есть предприниматели поставьте плюсы ребят если нас слушают те кто занимается бизнесом или кто хочет заниматься бизнесом своим делом поставьте плюсы вот вы меня поймете после тони а я все измеряю себя практически как сработало то есть типа как реально физическом мире отразились эти вещи эти танцульки так скажем просто все это говорят я буду тоже так подстёбывать аудиторию то что это все гораздо гораздо глубже чем со стороны кажется но просто после юпи w у меня было настолько я бы ну это как бы x10 уверенность в себе то есть прям умноженное на 10 я был настолько уверен себе приехал в офис москву в такими глазами я просто сказал так ребята умели увеличиваем бюджет в два раза и типа мы заработаем в этом месяце в два раза больше В итоге Ну мы Я хотел в 4 раза больше заработать Увеличиваем в 4 раза Заработаем в 4 раза больше Увеличили в 4 раза, заработали в 2 раза больше Не получилось 4 Но все равно приятно В 2 раза больше Ну конечно, когда у тебя рост 10% в месяц И тут ты просто делаешь 200% Просто после Тони Робинса Конечно, я тогда понял, что Чувак знает, что он делает Ну то есть Реально он крут Тони Робинс крут Я сразу же для себя понял Что точно полечу в декабре На свидание с судьбой И сколько бы не стоил этот тренинг Потому что если говорить о окупаемость Тренинга UPW, то он окупился мне Ну раз в 100, наверное, в деньгах Ну если считать, да, он там недорогой еще Слушай, прикольно, молодец Получается, вот я хочу понять То есть ты поехал за компанией У тебя не было какого-то запроса Ты просто за компанию с друзьями Не то, что за компанию Это даже не друзья были Это были просто знакомые Ну как люди, которые тоже проходили Тренинг МЗС МЗС, кто не знает Тренинг стоит 500 тысяч рублей Вот И я доверял, в принципе, мнению этих людей Потому что Просто так тратить деньги На такие вещи никто не будет Как бы кто ни думал И Тони Робинс, да Свидание с судьбой Несмотря на то, что тренинг тоже Не дешевый, так скажем Для Граждан Российской Федерации Если можно так сказать Потому что Для американцев это проще все А тут ехать Прибавляя еще перелет Да, прибавляя отель И так далее И могу смело сказать Что я, ну, ни капли не жалею Я уже всем, кому можно Рассказал там Про свидание с судьбой Про этот тренинг Он гораздо глубже Чем UPW Не хватает немножко Той активности Которая была На UPW Но я понял, что это два разных тренинга Не хватает? Мне кажется, все равно там много, нет? Ну, много, да Но это все равно два разных тренинга То есть я понял, что действительно Это прям круто сделано Я как-то подумал Что это будет типа продолжение Это продолжение Но абсолютно другое продолжение И я с удовольствием бы еще сгонял на UPW То есть это прям вообще Ну, крутая штука А вот расскажи, пожалуйста Вот свидание с судьбой Потому что ты только что вернулся Вот, может быть Какой главный инсайт ты поймал Которым можешь поделиться И каждый из нас тоже может его прочувствовать Вот что для тебя такое прям было Как открытие, может быть Я первые два дня Первые два дня Сидел и записывал заметки Ну, когда мог там, да Когда успевал Я где-то насчитал примерно 100 заметок Ну, или 112 заметок Что-то типа того И я просто на третий день уже перестал записывать эти заметки То есть это инсайты Но самый такой Как бы несколько поделиться Одним я не могу поделиться Первый Это пока ты в голове, ты мертв Пока у тебя идет свой внутренний диалог Пока ты как бы не Свои мысли не выводишь Вовне Например Вот, например Было простое задание Написать свою миссию Да? Простое задание Ну, там была простая фраза Учитывая то, что мы там прошли Там за пять дней Да? Ну, шестидневный тренинг В конце же мы писали миссию И на пятый день мы писали миссию В принципе, это было простое задание То есть написать там Ну, фразу одну, да? Одной фразой выразить свою миссию Но, кстати Спасибо, ребят Всем, кто ставит лайки И сердечки Дай вам Бог здоровья И денег побольше Да Кто ставит сердечки Сегодня у того точно будут клиенты Клиенты И точно придут какие-то деньги Из неизвестного Непонятного источника Ну, просто придут Спасибо вам огромное И любовь придет И любовь придет Да Смотри, как Поперла Видишь? Ну, вот Смотрите, ребят Главный инсайт Вот это Ну, один из главных Это как-то в голове тверд Вот мы начали писать эту миссию И я сразу давай думать А правильно ли я написал? Типа Ой, правильно сейчас напишу Или неправильно? А как правильно будет? И он такой прям Социально говорит Типа Он как будто ко мне обращается Вот он Я думаю, все замечали это Да? Он когда говорит Такое ощущение, что он прям ловит сейчас твою мысль Он такой Типа Друг мой Не думай Типа Хорош думать Просто напиши Ну, неправильно зачеркнешь По-другому напишешь Я такой думаю Блин, реально? Ну, дай напишу Потом, если надо Зачеркну И я пишу прям И вот понимаю, что Блин, вот оно То есть пока ты в голове Ты мертв Да? Просто лучше написать Зачеркнуть Переписать Он говорит Поиграйтесь Попробуйте по-разному Разные варианты И реально И реально Вот я заметил У меня была проблема Английский язык Я стеснялся Подойти Говорить с иностранцами Но я этот UPW провел В Diamond В сообществе Ну, Diamond В общем, кто не знает Это люди, которые Состоят в Катя, помоги Наверное, платину Ты имеешь в виду Ну, да Ну, там Diamond Это типа зона Diamond Да, Diamond Зона Но там сидят Платина Из пластина Который платит 75 тысяч долларов В год Да И естественно И ходят с такими Раслетами Такими черными То есть там обычно Собираются такие Все прям очень Очень богатые Успешные Там селебрити Очень много было В вашем этот раз Была с вами Шерон Стоун Блин, где она была Мариф Орлео Я даже успела Там все фотографироваться Да То есть там всегда Есть определенная Группа людей Которые сидят По специальным Приглашениям Тони Вот И это все там Голливудские звезды Ну вот я просто Рядом сидел с ними А ты знаешь Как еще получилось Смотри Я такой сижу В Diamond И со мной сидят Еще несколько русских Ребят И когда начали делиться По малым группам А там 5000 человек Или сколько там было 5000 по-моему 5000 человек И начали делиться По малым группам Типа там человек по 40 И Почти все Кто со мной сидели Ушли к русским Вот А я решил в этот раз Остаться с американцами И это было Одно из лучших Тоже инсайтов Что мы всегда Пытаемся кучковаться Вместе такое Типа комьюнити Которое боится Помнишь У него было Вот эти градации Ну там Типа коричневый Кто типа безопасность Там и прочее И вот Русские Типа боятся Типа остаться С американцами И такие Объединились Типа мы все вместе Мы русские Мы типа все вместе Мы будем только по-русски Мы будем Короче Только вот Короче А ты сразу же Практиковать Английский язык Да Я вообще думал Что как я справлюсь Вообще Тони говорит на английском Вокруг люди говорят на английском Я думаю Сначала я в голове Очень боялся А потом сижу уже Все понимаю Общаюсь с ребятами Говорю Слушай Чувак На какой странице Там задание То есть Вообще Это было тоже Инсайтом Когда ты в голове Когда ты сомневаешься Когда ты начинаешь Анализировать Типа что-то Когда ты мертв Лучше пробуй 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 И получится А вот признайтесь Признайтесь честно Вот кто из вас Тоже замечает О том Что он в голове Мне кажется Вообще проблема Нас Особенно Не только русских людей На самом деле Очень многих Что мы там Обдумываем Передумываем Так Нужно еще побольше Там подумать Ой Нужно еще там Это здесь продумать Ой Надо еще подучиться Мы так все в голове В голове В голове Кому это знакомо Что мало действует Поставьте плюсики Ребят Кто согласен Да Потому что Мне кажется Мы все Вот да В голове Действительно Там все Мы можем быть Самыми умными Самыми там Продвинутыми Но когда касается Вот дела Действия Там пойти Сделать неудобный Звонок Или там Да Оказаться одному Среди иностранцев Да Без особого Знания английского Мы почему-то Сразу же там Нам лучше К своим Куда-то поближе Вот И как раз таки Вот мне кажется Очень интересно То есть Вот получается Как тебе удалось Выйти из этой головы Ты можешь прям Поделиться Вот этим своим То есть Может быть Какое-то умственное Усилие Я не могу сказать Я не могу сказать Что я до конца Это сделал Да Любой тренинг Он дает Результат Но особенно Такой трансформационный Тренинг Он не дает Результат Сразу Он как бы Ну С кем я общался С этими С платиновыми Чуваками Миллионеры Они там Некоторые По 7-8 раз По 10 раз Проходили Свидание с судьбой И я когда С ними общался Они говорили Чувак Типа Ты Поймешь Суть И Результаты Будут примерно Через какое-то Примерное время Дай Типа Возможность И реально Ну вот Я сейчас замечаю Что когда Я начинаю Только начинаю думать Я лучше сразу скажу В принципе Я всегда так действовал И у меня Любой успех Именно был в том Что я действовал Делал 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 Не могу сказать Что я Очень умный парень Но я просто делал Делал Ошибался Еще раз делал Для меня не было Этой проблемы Но сейчас Я все равно Ну Бывает Ловлю себя на мысли Что начинаю думать И просто в этот момент Пытаюсь что-то сделать Вот Пусть переделаю Думать Обдумывать А потом так и не делать Мне кажется Это тоже такая Очень-очень Знакомая Очень многим история Вот и по поводу миссии Я думаю Миссия Это вообще тоже Такой отдельный вопрос Вот как прийти К этой миссии Потому что Например у компании У компании Кто предприниматель Я думаю Все понимают Что у любой компании Должна быть Своя миссия Для чего мы там Что-то делаем Создаем свой продукт Или услугу Для людей Как-то мы Сами для себя Мы как-то Не задумываемся Миссия Какая миссия Вот можешь Тоже эту тему Рассказать То есть может быть Как ты вообще До этого ощущал Свою миссию Как она стала После того Как Тони тебе сказал Выйди из головы А вообще Кто задумывался О своей миссии 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 как человека Можно сказать В этом мире Своей миссии Что он может сделать Кто задумывался А кто вообще Пока еще Ставьте Кто задумывался Ставьте плюсик А кто Пока вообще Этого не касался Этого тема Поставьте минус Просто интересно Вообще На сколько Тему Вам актуально Чтобы раскрыть Да Я когда первый раз Слышал про миссию Думал Какая-то фигня Не конкретика Вода Вода Не конкретика В итоге Ну я так скажу Это же не то чтобы Про миссию Про открытое сердце Это же все примерно Про одно Вот я сегодня Делал планерку Со своими сотрудниками И у меня есть сотрудник Кто ведет Мастер-классы В Москве И вот у него Последние несколько Мастер-классов Без продаж То есть Ну вот нет продаж И все И он начинает думать Менять стратегию Менять презентацию Что-то короче Вот париться Суетиться И Я говорю Смотри А каким Я вспомнил сразу Тони Робинсон На планерочке Я говорю А каким должен быть Спикер Которому люди доверяют Которому люди доверяют Идут за ним Да Он говорит Ну Харизматичным Таким От которого прет Прямо Да На своей волне Ну то есть Вот в драйве Я говорю Окей То есть Он должен любить Да свое дело Только да Я говорю Смотри Теперь момент У тебя был такой момент Когда ты ввел Мастер-класс Когда тебе уже Не нужно было продавать И ты не парился Над тем Как правильно Его сделать А просто Наверное Психовал И говорил Да фиг с ним Пусть как пройдет Так пройдет Ну вот сейчас Дам мастер-класс Ну то есть Отпущу ситуацию И с любовью Просто донесу информацию Какую-то До людей И у тебя там Крутые продажи Были Он такой Да Было такое Ну то есть Все люди успешные Или успешные спикеры Ну или Любой другой человек Который успешен В своем деле Он в первую очередь Ловит Позитивную эмоцию Не от Результата Своего Деятельности А от Деятельности Самой И Когда я Зашифровывал Тони Робинс Классно Программирует И он Когда я Программировал Миссию прописывал И миссию И ценности И прочее Для меня Главным было моментом Это То что я всегда Получал К примеру Любовь Ну эмоцию Любовь Да Или признание Там Когда допустим Мне аплодировали Когда я на сцене Выступаю И мне аплодируют И я прям такой Любовь А если не аплодируют Понимаешь фишка Да А если не аплодируют Это боль И получается Когда ты долгое время Ну не испытываешь Этих эмоций У тебя боль 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 А когда ты в боли Ты зажат У тебя Ну то есть Как человек Может быть в боли Что-то создать Хорошее Никак И я вот Ну запрограммировал Себе Сейчас буду смотреть В течение года Как это будет работать Ловить любовь От того Что я делюсь Крутым контентом Который я знаю То есть Каким-то полезным Для человека Контентом И вдохновляю людей На новые На новые Решения На новые Действия На новые Результаты И я вот Уже провел Недавно Вебинар Тоже По соцсетям И реально Ощутил Как я сижу И прям у меня Другая эмоция У меня прям в теле Другие ощущения В плане того Что я просто Мне хочется делиться И делиться Хочется Рассказывать И рассказывать Людям что-то И результат Был совсем другой То есть Результат Был совсем Вообще Другой И это Конечно Очень сильно Мы вроде Все это знаем Но Как бы Только Тони Робинс Нам нужен Чтобы это Реально Как-то Практически Внедрить Я сам В шоке Удивлен Ну это Вот так Ну Я думаю Это тоже Кстати Многие 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 Можут отозваться Что мы Очень часто Мы думаем О том Что мы хотим Получить Мы думаем О результате А вот А именно О процессе О том Как мы себя Будем чувствовать Пока мы Эту цель Достигаем Мы почему-то Забываем И что Когда мы Если там Страдаем Переживаем Нам постоянно Кому плохо Пока мы Достигаем цель То здесь Получается То о чем Говорит Александр Что он поймал Этот кайф Когда не только Ты получил Этот результат Для него Это аплодисменты Для кого Это я не знаю Кто-то мечтает Купить квартиру Машину Найти работу Или стартовать Свой бизнес Ты начинаешь Кайфовать И радоваться Уже в процессе Что ты не Растрачиваешь Это время В пустую Пока ты достигаешь Цель Вот И Мне кажется Это тоже Очень важный момент Который Многие из нас Упускаем Потому что Ладно Если ты еще Достиг цели Ты порадовался Очень часто Бывает так Что ты еще И достигаешь Приходишь туда Куда ты хочешь А удовлетворения Нет И ты все равно Себя чувствуешь Что как Купил Купил машину Два дня Поездил Все Пропало чувство Есть такая тема А если мы вернемся К миссии Александр Вот как ты Сейчас Можешь нам ее назвать Как сейчас Для тебя Стала твоя миссия Звучать Получается Для тебя Такая Более вдохновляющая Ну я Я сейчас На самом деле Еще немножко Дорабатываю После тренинга Поэтому Хотелось бы Доработать уже Потом Прям ее Рассказать Но в целом Если так Я просто Именно хочу Формулировку Знаешь Такую Как точно Точно Формулировку Сделать Но в целом Ну хорошо Потом тогда С нами Поделишься Да Да Давай потом Хорошо Это реально Крутая тема Даже не то Что миссия Там же Вся эта карта Это прям Мощная штука Ну вот Карта Которая Карта Это как бы Результат творчества Правда Я ее потерял В аэропорту Представляешь Да ладно Но я ее Сотографировал Но я ее Сотографировал Я просто пояснил Про что мы говорим В общем Семинар Вот это Свидание с судьбой Там все рисуют Такое огромное Ватман Он дается Всем раздаются Карандаши Фломастеры И все рисуют Свою судьбу Свою жизнь Там ставят цели Пишут свои ценности Ценности Которые мы стремимся Которых избегаем Свой главный вопрос Миссию Видение отношений Вот И все ходят С этими ватманами Вот у меня Вот уже Сколько я рисовала Этих ватманов Вообще все сбывается Вот даже Какие-то вещи Я там писала Думаю Ну айда Напишу Посмотрим Пусть будет И реально Вот прям все сбывается Это удивительно Видимо там такой Уровень энергии На этом семинаре Что все Что ты там напишешь Все сбывается Хорошо Что ты хотя бы Сфотографировал Получается Можете что-то Также напечатать Ну да Но на самом деле Это даже Сама бумага Это же бумага То есть это вещи Важно Как бы То что здесь уже А здесь уже получено Все Это Он круто делает Как бы Тони Роббинс Ребята Я сейчас Напишите плюсики Кто человек практичный То есть Который Не любит Тонкие материи Я сейчас вам Практично расскажу Что такое Тони Роббинс Тони Роббинс Это который Под ключ Программирует Вас на ваши же цели Кровчет То есть он по факту Вот Ты у тебя есть цели Ты думаешь Какого фига Они не сбываются Почему Почему я еще не миллиардер Почему у меня нет этого Почему у меня нет отношений Почему у меня там Нет того-то И типа у тебя есть запрос Ты приходишь к нему И он просто делает все под ключ Как есть например Ремонт под ключ Типа все сделают за тебя Все чувак Не парься Вот согласуй только там Макет какой тебе нужно Вот согласовал Все посмотрел Вот И ты такой приходишь И вот тебе пожалуйста Тут так же примерно То есть приходишь Какие тебе цели нужны Так окей Выписали Какие у тебя проблемы Выписали Окей Давай сейчас Сделаем вот так Вот держи твои короче цели Ну по идее Вот если вкратце Конечно там 6 дней по 12 часов Это долго рассказывать А так Если вкратце То это реально Крутое программирование Тебя на твои же результаты Притом программиста лучше Еще надо поискать То есть Аналогов Я вам честно скажу Я много тренингов Проходил в России Трансформационных Да Есть похожие элементы Но Это как бы Как Есть оригинал Да Кроссовки Nike Оригинал Например Есть Ну хорошо Хорошая допустим Но подделка Ну допустим Ну как бы Ну понятно Что даже хорошая подделка Это не Nike Оригинал То есть это не оригинал И Тони Робинс Это реально вот Оригинал И я заметил Что в каких-то Допустим Русских Трансформационных Тренингах Кстати с них Можно начать Я рекомендую Всем посмотреть Что такое Трансформационные Тренинги Походить Ну посмотреть Что это такое Это вещь такая Как бы Ну нелегкая Но там хотя бы Будет понятно О чем вообще суть Ну вот Трансформационных Тренингов Там такой набор Триггеров Типа Триггер Простить родителей Триггер Сделать это Триггер Триггер Я не мог понять Почему как бы Не складывать Почему меня не прет От того что Я там сел Там представил Маму Представил там Папу Ну это сейчас Вкратце Там какие-то Моменты Да Но у Тони Совсем по-другому То есть какие-то Есть нюансы Мелочи Которые забывают Сказать Допустим Вот в России Ну по крайней мере Вот в моем опыте И они уже Так не работают То есть вот Одну маленькую фразу Там Не сказал тренер И все А у Тони Ну вот у него Так комплексно Все это сделано Аж блин просто У меня сейчас эмоции Притом я реально Человек практичный То есть я никогда Не пойду на тренинг Не понимая Что он мне даст В деньгах Например Для меня это самое Такое Да там Ну материальные блага Определенные Там и прочее И тут Прямо Ты понимаешь Не только Про деньги А про то Как еще и Получить Помимо этого Получить еще и Гору крутейших Эмоций В твоей жизни Великолепных людей Команду Отношения Здоровье Жизненные силы То есть Ты понимаешь Насколько это все Связано Важно Насколько это легко Просто остается Только выбрать И Ну вот Ну вот так В общем Александр Слушай Прям я чувствую Такой заряд Я думаю Кто чувствует Такой заряд Просто Такой заряд Просто Как будто бы Тони Роббинс Такой через Александра Вещает Так он здесь тоже Заряжает всех На большой день До конца года Он остается Меньше недели Сейчас после Эфира с Александром Можно будет Пойти творить Да Каждый Что хочет Своей жизни Александр Мне хотелось бы Знаешь Что ты Такую Может быть Практику дал Вот может быть То что Все таки У нас здесь Есть много людей Кто пока Еще не был На Тони И Хотелось бы Может быть Уже как-то Начать свою Менять жизнь Например Даже под конец года Сейчас год У нас заканчивается Какую ты мог бы Дать практику Или может быть Рекомендацию Вот Что тебе Это звалось На семинаре Что ты мог бы Нам бы дать Чтобы каждый Из нас Мог бы сделать И уже Посмотреть Что Результат Жизни Меняется Ну Во-первых Отдельное спасибо Тем Кто ставит Сюда Сердечки Ребята Как я уже говорил Дай вам Бог здоровья Счастья Жизненных сил Вы красавчики И те Кто пишет Комментарии Вам вдвойне Вообще Потому что Вы Ребят Как раз Не в голове А вы Сейчас что-то Делаете И Коммуникацию Мы же Видим Комментарии Хоть мы Сейчас Не на все Отвечаем Вот Ребята Пишут Кстати Спасибо за Комплименты Окей Практика Ну На самом деле Есть вообще Гениальная практика Она Она реально Гениальная Просто Она очень простая И благодаря Благодаря ей Уже можно Почувствовать Невероятные перемены В жизни Я ее делал Еще до Тони Робинсона Ну Как обычно Знаешь Поделал неделю Понял что Крутая тема Но потом Что-то отошел И вот Все никак Не мог Блин Очень простая вещь У Тони Есть фраза такая Замените ожидания На благодарность Да И вот Я заметил Когда я в очередях Или вот Допустим Я еще приехал В Нью-Йорк Из Майами Думаю Блин Как холодно Нью-Йорк Такой грязный город Как бы тут Крысы бегают Там Все дорого Еще там И так далее А потом думаю Вот я охренел Вообще Ну то есть Я сразу вспомнил Тони Робинса Думаю Вот охренел Какой гад Зажрался Идет по Нью-Йорку Значит По Таймсквер И еще тут Выбендривается Да Что Мол Не нравится То есть Это вот вопрос Ожидания Понимаешь Ожидания одни И мы ожидаем Уж чего-то Других людей Ожидаем чего-то От своей Там Работы Мужа Жены Детей От мужа Мы всегда что-то Ожидаем Или сравниваем Типа Ожидаем Или сравниваем Ну что примерно Плюс-минус Одинаковое И Ожидаем Сравниваем Но не благодарны Нужно быть благодарными Я встретил Чела Который без рук Без ног Из Бразилии Тони Робинса У человека Нет рук и ног Он веселый Он классный Он там Объездил весь мир У него жена Двое детей И бизнес еще Притом бизнес Который Я так понял Что успешнее моего Он народ Больше собирает Даже на вебинарах На своих выступлениях Я думаю Вот этот чувак Ему даже Если бы сейчас Предложили Просто погулять Не то что в Нью-Йорке А например По ЧМЗ В Челябинске Это такой район Я думаю Он бы просто счастлив Был бы Сказал бы Да ребята Я своими ногами Погуляю сейчас По ЧМЗ Ура Потанцевать На какой-нибудь Маргинальной дискотеке Где-нибудь В Ленинском районе Города Челябинска Вообще Было бы просто Для него пушка А я там Допустим Вот такие мысли Думаю Нужно заменить Ожидание на благодарность И мир вообще Поменяется Плюс ребят Вот смотрите Вопрос такой Очень конкретный Поставьте плюс Кого реально Напрягают люди Которые постоянно Вот такие Психуют Недовольны чем-то Вот Им все не нравится Они ожидали одного Но получили другое Вот некоторые Даже сейчас Вебинар наш Смотрят интервью И наверное Сказали что-то ожидали Но получили что-то другое Ну и вот Постоянно такое бывает Вот поставьте плюс Привет ЧМЗ Привет И вот такая тема бывает А теперь поставьте Цифру один Кому нравятся люди Которые всегда благодарят То есть они говорят Блин как круто Блин спасибо тебе Что ты это сделал Спасибо тебе за совет Слушай спасибо Что ты сегодня меня поддержал Или просто спасибо Что ты есть Или спасибо Вот такие радостные Благодарные люди Которые Любят жизнь Любят все Поставьте цифру один Кому такие нравятся Кто вот хотел бы С такими больше Тусить Чем с теми Кто постоянно Чем-то недоволен Это логично Теперь логично Что клиенты Кому прилепляются К людям благодарным Сотрудники Кому прилепляются К начальникам Благодарным Партнеры К кому прилепляются К благодарным К позитивным ребятам Девчонки К кому Кому Как бы Рады Позитивным Благодарным Они недовольны Всем подряд Парни Которые 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 Благодарные Которые Открытые Благодарные То есть Вся жизнь Она идет Из благодарности И вот эта фраза Замени ожидания На благодарность Она тоже Для меня Очень была Мощным Сайтом И Я посоветую Практическое Одно упражнение Это Ну Утром и вечером Утром и вечером Выписывать То за что Вы благодарны Можно даже В принципе Только утром Или только вечером В общем Как угодно И вот одна Эта практика Она очень мощная Я ее сегодня Своим сотрудникам Тоже дал Ну просто Как бы Не как задачу А просто Как рекомендацию За то Чтобы они Были благодарны Тоже за все Что происходит И Выписывайте на листочек Вообще все За что благодарите За удобные подушки Там не знаю За Классную погоду Что снег классный Чистый И клевый За то что Вы живете В классном городе Можете общаться с людьми Они где-нибудь в Африке Хотя в Африке Тоже наверное Можем благодарить За что-то В общем Выписывайте Прямо любые вещи За зубные щетки Чтобы их кто-то придумал И что облегчил нам жизнь И за прямые киры Которые ведет Катя Со спикерами Вытаскивает их В любое время Из любого города Я же тебя Из Нью-Йорка Видишь Ты такую важную тему Поднял Я просто хочу Чтобы каждый услышал Потому что на самом деле Мы здесь очень часто Говорим про благодарность Но мне очень понравилось Как ты эту благодарность Раскрыл Что действительно Мы можем там Жаловаться Где-то мы там Гуляем То холодно То зимой Мне кажется Многие сейчас Почему снег Не нравится А даже просто Благодарить за то Что О боже Я иду ногами А у кого-то Даже нет Этой возможности Как у этого человека Из Бразилии Я тоже его видела Просто мега позитивный Такой человек Без рук Без ног Даже не было Какой-то жалости Он настолько был Реально позитивный Мы привыкли В России жалеть Как бы там Инвалидов Они такие же Члены общества Парень был без ноги Вспомни Как он плясал Вообще Я в шоке был от них Если честно Потому что Нас как бы включается Та русская Типа блин Как он без ноги Танцует И мы благодарим Действительно Только когда Вот нам кажется Что Даже редко Мне кажется Благодарим Вот А тут даже Просто за то Что ты можешь Ходить по земле И чувствовать Вообще Как это Вот опираться Ногами На землю Там да На асфальт Это же само по себе Какое-то удивительное чудо Для тех Кто никогда этого Не испытывал И Мне кажется Ты сейчас прям Очень такую глав Очень важную Тему поднял Например У нас в семье Даже есть правило Если у нас что-то Произошло плохое Какое-то негативное событие Так Сначала вспомни Три вещи За что ты благодарен Я такой Какие три вещи За что ты благодарен Тут например У нас там Все обвалилось Там да Там я не знаю Все пропало Какие три вещи За которые ты благодарен И мы прям И мы прям С гилом Прям заставляем Друг друга Так За что мы сейчас Благодарим Так Ну все-таки У нас там Что-то получилось И мы Уже после этого Ты уже не можешь Там злиться Или настраиваться То есть у нас Прямо это такое правило Не всегда бывает легко Особенно Когда там Что-то совсем Такое плохое Происходит Но тем не менее Такое правило У нас есть И вот этот Дневник благодарности Я думаю Тоже для многих Я знаю Кто-то уже писал Что ведет Это на самом деле Мы так Мы так Наше мышление Прокачиваем Что когда мы Это делаем На регулярной основе Нам проще Быть благодарным Например В течение дня Когда что-то происходит То есть мы просто Уже приучаем себя Замечать вещи За которые мы благодарны Привычка Привычка Да И получается Когда вот Если вот Просто подумайте Что когда-то Мы недовольны Когда мы злимся Когда немножко Может быть раздражены То скорее всего У нас было ожидание Да Которое мы сейчас Получается Вот Ну не получили И здесь вот Да Такая практика Она может каждый раз Нам вот эту Как лакмусовую бумажку Да Что скорее всего Где вот это было Там негативная эмоция Скорее всего Там было ожидание Вот Спасибо тебе Александр Это самая Очень крутая практика Прям вот Кто будет брать И применять Там да Даже если кто-нибудь Просто Может быть раньше Применял и забыл Вот кто Возьмет сейчас Себе это на вооружение И будет делать Каждый день С утра Или вечером Поставьте может быть Тогда сердечки В чат Так Александр у нас Как будто бы Немножечко Подзавис Вот я прям Каждому из вас Рекомендую Действительно Эту практику Взять себе И в С утра Зарядку Сделать Благодарю Инстаграм 2018 год За возможность Слушать Кейта Александра Классно Кстати тоже Классно Представляете Вот раньше же У нас не было Такой возможности В Инстаграме Вот так вот Выйти С разных Концов Земли Взять И Чтобы Там Александр Мог Из Нью-Йорка Представляете В какое время Мы живем На самом деле Мне кажется Вообще Просто подумать О том В какое время Мы живем Что можем Перемещаться Из одной точки Земного шара В другую Размышлять Еще буквально Сто лет Не было Ни у кого Такой возможности Можем там Разговаривать С разных точек Мира Даже можем Смотреть Друг на друга Можем к этому Разговору Привлекать Еще там Сотни Сотни Людей Это же Удивительно Очень многие Говорят Что мы Вообще Живем Что те Кто живут В нашу Эпоху В наше Время Нам всем Очень Очень Повезло Потому что Буквально Еще там Сто Представляете За одно Это Можно Каждое Утро Просыпаться И быть Благодарным Потому что У нас Мне кажется Все просто Блага Человечества Которые Только Возможно Вкратце Повторите Практику Мы Взращиваем Себе Благодарность Каждое Утро Или вечер Можно выбрать Мы пишем Минимум Три Благодарности Ну я бы рекомендовала Даже больше Можно написать Там Пять Десять Не останавливайте себя Если идет поток То прям Не останавливайтесь И пишите Вот все Что приходит в голову Можно начинать Мне кажется С самого Такого Банального Благодарю За то Что могу Видеть За то Что могу Слышать Благодарю За ноги Которые Могут Ходить И потом Как бы Потихонечку Потихонечку Можно там На какие-то Более глубокие Вещи Переходить И понимать Что Оказывается Можно быть Благодарными Даже например Людям Которые Может быть Не очень хорошо К нам поступили Либо Каким-то Не самым Приятным Событием Которые Произошли В жизни Потому что Как говорит Тони Робинс Даже в самом Таком Каком-то Неприятном Событии Всегда Есть Подарок Другое Дело Что мы Не всегда Понимаем Как Его Распаковать Да А если Может быть Даже Кто-то Вспомнит У вас В жизни Такая Ситуация Что Может быть Да Произошло Какое-то Негативное Событие Но именно Благодаря Этому Событию Удалось Стать Сильнее Удалось Стать Мудрее Удалось Что-то Пересмотреть В жизни Вот Это Такая Более Более Глубокая Практика Так Ну что Мои Дорогие Я вот Не знаю Александр Сможет ли Он к нам Снова Вернуться Конечно Очень Хотелось Его Еще Дора Спросить Может быть Что-то С интернетом Произошло Либо Знаете У нас Еще Бывает У гостей Телефон Станет Таким Горячим Что он Просто Выключается Вот Так У нас Было С кем-то Поэтому Не знаю Удаст ли Александр Вернуться Может быть Если Есть Какие-то Парочку Вопросов По поводу Этой Практики Либо Каких-то Еще Других Практик Можете Позадавать Я Постараюсь Ответить Александр Может быть К нам В процессе Присоединиться Вчера Как раз Пост написал Про благодарность Неприятности Да Ну Это Кстати Это Тоже Понимаете Это Особый Уровень Такой Осознанности Мудрости Когда ты В каждом Событии Даже Когда 95% Людей Увидят В этом Негатив Да Что Это Тебе Не повезло Да Как Это могло С тобой Произойти А ты Можешь В этом Разглядеть Почему Это Делает Тебя Сильнее Да Почему Это Делает Тебя Лучше Расскажите Про предназначение Вот сейчас У нас Александр Александр Сейчас К нам Присоединяется Давайте Мы его И спросим Про предназначение Например Как он Сам Нашел Дело Которое Он Любит Утренний Кофе Стал Вкуснее Отлично Нормально Слышишь Меня Нет Да Александр Я благодарен Компании Мегафон За то Что Дала нам Возможность Чуть Пообщаться Но пришлось К этому Вайфаю Присоединиться Сразу Класс Класс Супер Спасибо Спасибо Что ты к нам Вернулся А то я уже Думала У тебя стало Еще больше Народу Видимо Они проснулись Ну мне кажется Все потихонечку Просыпаются Конечно Конечно Спасибо ребят Всем Кто сердечки ставит Вообще Огонь Александр Я хотела Тебя еще раз Спрашивать Про предназначение Вот как Ты например Понял Что твое Предназначение То есть Ты ушел В социальные сети Ты сейчас Выступаешь Много Ведешь Много Сам Тренингов Вот как Ты нашел Может быть Такой совет Людям Единственное Мало времени Если нужно В две минутки Вложиться Первые шаги Которые нужно Сделать По поиску Своего Предназначения Я честно скажу Я к этому Проще отношусь То есть У меня нет Такого прям Типа Надо точно Определить Своё предназначение Я просто выбрал Для себя Ту игру В которую Я хочу играть В этой жизни То есть Я для себя выбрал Что Мне нравится Делиться знаниями С людьми Получается Это Люди вроде говорят Что неплохо Получается Окей Я определил Свои главные Скиллы То есть То есть Коммуникации К примеру И коммуникации Через соцсети Как правильно Рассказать о своём продукте Через социальные сети Да Или как научить Рассказывать о продуктах Через социальные сети Потому что у меня Это получается Классно получается Почему Я должен Сопротивляться И пусть я буду Полезен обществу В этом Если я смогу Чем-то ещё Быть полезным Буду помогать Ну Если мне будет Это нравится Опять же Ну Вот я соединил То что мне нравится И то что полезно Как-то вот Само оно определилось Поэтому Сильно долго Видите Какой простой подход Там Мы Вот опять же Мне кажется Мы такие В голове А в чём Моё предназначение Да Для чего Я вообще был послан На этот мир На эту землю А тут получается Просто Александр Ну что Говорит Я просто Мне нравится Я делаю Там Подальше Что ещё Снова буду делать Потому что нравится Приносит пользу Польза Это как бы Обратная связь Обратная связь Это деньги Всё очень просто То что тебе приносит Деньги К факту И то что тебе нравится Вот тебе Твоё предназначение Ну вот На мой взгляд Например Класс Ну я думаю Зато всё прям Коротко и понятно Да И здесь в общем-то Ничего и не добавишь Вот Александр Мне ещё знаешь Какой вопрос интересен Вот мы здесь Сейчас обсуждали Ты говорил Что вот там За МЗС Там 500 тысяч Там свидание с судьбой Такое Недешёвое Всё более Действительно Ты говоришь Там уже Перелёт заплатить И пожить там Ещё как-то надо И вообще Страна недешёвая Особенно сейчас Там с курсом рубля Очень недешёвая Очень недешёвая Вообще Да Вот скажи Пожалуйста Вот И это имеет смысл Получается Вот такие деньги Отдавать Там Тратить время Потому что И Я думаю У многих Когда приезжал Например Тони Робинс В Россию 1 сентября Там все СМИ писали Как это Тони Робинс Взял Со всех Обобрал От 30 тысяч До 500 тысяч До 1 день Приехал Деньги собрал Уехал Там да И чуть ли не лохотрон Вот Можешь Свою Тогда Точку зрения На этот взгляд По деньгам В смысле Что Как Окупается Что Что Инвестировать Вообще Своё Обучение Такие Немалые Я могу по-своему сказать У меня весь рост мой Не из-за того Что я такой Классный Или что-то умел Из-за того Что я учился Применял Любой человек Как бы Ну К обучению Негативно Относится Лентяй Потому что Это же надо Ну Типа Идти Что-то платить Что-то делать По факту Я допустим Для себя Как-то случайно Понял Я тоже Негативно Относился К обучению Как и все Наверное Подростки Многие Ну Как бы Которых Большое самомнение Но По факту Нет ничего И я просто Так Как-то удачно Попал на тренинг Там Прям Тренинг По продажам Ну Какой-то Простой тренинг Был Где у меня Было 5-6 Инсайтов Ну И Понеслось И После этого Я постоянно На тренингах Различных Когда у меня Не было возможности Я на любые Бесплатные Возможности Вписывался Насчет Ну Кто хочет Тот реально попадет Даже вот 5 тысяч долларов Там Или Больше Это Ну Это Не вопрос Даже Вот Если вы Даже сейчас Ребят Думаете о том Что Ну Типа Это не по карману Вам Но мы же все Сделаны По факту Из одного теста То есть У нас там Руки Ноги Голова Там Глаза Просто Когда есть Челлендж Какой-то Ну Допустим Нужно достать 5 тысяч долларов Если это Важно Для вас Ну Например Мне важно Здоровье Моих близких Или Мне важно Жить там В удобной Квартире Я найду Варианты Как это Сделать Я найду Варианты Как заработать Мне это важно Да И для тех Для кого Тони Робинс Был важен Нашли бабки Даже полететь В Майами Я понимал Что это важно Мне Я понимал Что это Большие деньги Я понимал Что можно Эти деньги Отдохнуть Там День под пальмами Приезжать Я понимал Что это Можно купить Там Не знаю Что-то серьезное Чисто дорогие Но Ребята Это бессмысленно Ну и что купил Они у тебя лежат А это Инвестиция Которая Ну приносит Больше 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 Которая тебе Десятки таких Часов принесет И еще важный момент Чем больше нам лет Тем мы сложнее Учимся То есть нам уже Сложнее вникать Что-то Новые какие-то Стратегии Применять И Сейчас нужно Не терять времени И вот Не ждать Когда уже там Подает пенсия Да Или закончится Для кого Как А нужно Ну это заранее делать Я жалею Что В свое время Ну не было У меня доступа К информации Если бы я знал Насколько полезны Тренинги Тони Робинса На другие Тренинги Я бы не знаю Я бы просто Еще бы с большим Скоростью Инвестировал Например В этом году Я прям считал И реально смеялся Я сам не мог поверить Я больше миллиона рублей Инвестировал В обучение свое У меня каждый месяц Какой-то либо личный Коучинг есть Притом для меня Это как бы Упрощение жизни Если надо допустим В чем-то разобраться Какой-то проект запустить Я просто беру коуча Там плачу ему Допустим 200 тысяч За там два месяца И я понимаю Что он точно отобьет То есть я же запускаю проект И вот я заплатил Есть Лас Лагабани Такой классный тоже Человек Он организовал сообщество Вот у меня сейчас Сообщество СММ-специалистов Тех, кто зарабатывает На СММ-продвижении Тех, кто хочет зарабатывать На СММ-продвижении Работать удаленно А у него Сообщество фотографов И у него уже Там две тысячи человек В этом сообществе А у меня пока Ноль там было Я просто Купил коучинг У человека Который уже это сделал У специалиста И он мне дал результат Тони Робинс Мне дал в несколько раз Там По всем статьям Рост Потому что он комплексно Под ключ Делает То, что я говорил Да Ну вот Инвестировать нужно Обязательно Если прям Ну Как сказать Понятное дело Что воровать не надо Кредиты брать не надо Но по своей возможности Вот в Россию Приезжал Тони Робинс Кто захотел Тут пришел Там Что-то не такая уж Большая сумма была Одна зарплата Ну по факту Да Эквавалент Одной зарплате В регионе даже И Ну Кто хотел Тут нашел Возможность Отложить по 10% От своей зарплаты Там На то Чтобы приехать И изменить свою жизнь Ну Опять же Кто-то пошел Заплатил Типа Чтобы пофоткаться На фоне Тони Робинса Ну Как бы ничего не понял И сказал Ну я типа В принципе Понимал что это танцы И типа Ушел такой Понимающий Нихера себе Он понял Извините за выражение То есть Я как бы Ездил в Майами Что просто так Что ли Тратил эти деньги То есть Я вот такой Шизик Да Который Ну решил просто так Бабки потратить Нет уж Ты знаешь Как будто бы вообще С Тони Робинсом У нас как будто бы Стало два лагеря Да Два лагеря людей Буквально Вчера обсуждали Тоже с Дамиром Халиловым Кстати с твоим коллегой И он рассказывал о том Что он тоже поддерживает Тони в соцсетях И там просто Буквально Два лагеря разделяются люди Которые понимают Что за свое развитие Нужно платить И платят И ездят Там да Обучаются Самых разных там Экспертов И другой лагерь Который говорит Что в принципе Все саморазвитие Это просто такая ерунда Вообще просто Вы люди Недоразвитые Те Которые выбирают Платить За свое обучение И это на самом деле Очень-очень интересно Что ты сейчас говоришь Про такой тип мышления Который не останавливается В своем развитии То есть что ты Мне кажется Ты уже и так Многое знаешь Много трениров Прошел Но каждый раз Ты выбираешь Переходить на новый На новый уровень Может быть даже Что ты там уже слышал Но каждый раз Ты применяешь Это по-новому В своей жизни Вот И это мне кажется Тоже очень важно Понимать К какому лагерю Вы относитесь К тому человеку Который постоянно Улучшает себя Чтобы давать Еще больше ценностей В этот мир Помогать еще большему Количеству людей Либо те Кто Говорят Что вот эти все ваши Коучи Тренеры Что-то там Из Серии Я не знаю Проходимцев Которые просто Берут деньги Разумеется Они не продают Там продукт Они тебе не дают Колбасу За то что Ты им платишь Деньги Но они дают тебе Что-то Да Это не осязаемое Но они дают тебе То что Делает тебя Более счастливым Делает тебя Более Довольным Своей жизнью Более благодарным В общем Очень-очень Прям Александр Важную эту тему Поднял Знаешь Просто заканчивается Эфирное время Мне бы хотелось Еще у тебя Знаешь Вот мы Все эти эфиры Стараемся держать Прямо такими Очень практичными Вот Какой ты сделаешь Каждому из нас Вызов Кто здесь На прямом эфире Что Каждому из нас Нужно сделать Вот уже сегодня Да Впереди нас ждет Каждого Новый день Это у тебя ночь А у нас новый день Вот Что Нам нужно сделать Сегодня Такой вызов От Александра Воловика Вызов Ты знаешь Я сейчас еще хотел Добавить К твоей последней Фразе То что Я на самом деле Благодарен тем людям Которые Не любят Тони Робинса Не любят развитие Я же тоже Там лет в 17 Не сказать Что был любителем Тренингов Просто Это определенный путь Им тоже нужно Его пройти И Я со стороны Смотрю на них Вспоминаю себя Прошлого И понимаю Понимаю Что Я делал Все это Не зря А по поводу Челленджа Или вызова Я не хочу Чтобы это был Прям вызов Наре рекомендация Опять же Каждый для себя Это поймет Как захочет Кто-то Поймет Что это Не до него Наверное Кто-то Поймет Что Может быть Это Наоборот Это интересная Тема Ну Сейчас Я сформулирую Ну вот Позвонить людям С которыми Не клеилось Раньше Взаимоотношения Ну либо Личные Какие-то Либо профессиональные Позвонить людям И Ну Поддержать И сказать Спасибо тебе И прости меня Люблю тебя Можно Не говорить В России В России Наверное Это будет Совсем Как бы Как это Скать Слишком Большая Растяжка Да Но Да По факту Но Прости Благодарю тебя И все И закрыть Такой вопрос То есть Как еще Классно Сказал Тони Как там Когда ты Ненавидишь Человека Ты сжигаешь Свою душу А не Человек Ну не Страдает Тот Кто ненавидит А не Объект Ненависти Вот Классная Тоже фраза Была То есть Ты когда С человеком Допустим Расстался Как-то Не завершил Дела Твоя Душа Сгорает Потихоньку Ну то есть Это дырка Как сигареты И Позвонить И простить Просто человека Отпустить Это тебе Нужно То есть Это не ему Нужно Это переступание Через эго Это только сильный Человек сможет Сделать И вот Пусть будет Такой вызов Сегодня позвонить Хотя бы Троим людям С которыми Раньше не клеилось Или что-то Как-то Не получалось Тем более Сейчас Канун Нового года А в Америке Сейчас вообще Рождество То есть Такой прям Благодатный Период Для того Чтобы завершить Вот эти Незавершенные Дела И сказать Благодарю тебя Прости меня Давай общаться Как друзья Все Ну Как обычно Кто так сделает Поставьте Пожалуйста Сердечки В чат Мне кажется Очень сильная Практика Она Некомфортная Да Как это Позвонить людям С кем у тебя Не заладилось В этом году Зато Мне кажется Такой подарок Когда ты Во-первых Мне кажется Подарок С двух сторон Ты себе делаешь Подарок Человеку Которому Вообще Не ожидалось Где-то там Что-то не сложилось Может быть Даже не вы Супервиноватый А человек Как ты поступил Не очень красиво Вы просто звоните И говорите Прости меня Возможно Где-то я Перегнул палку Возможно Я где-то Резко сказал Я просто хочу Чтобы ты знал Чтобы ты знала Что я к тебе Отношусь Все равно Очень тепло И даже Если где-то Я вспылил Может быть Я все равно К тебе Мое сердце Очень Очень Я обязательно Обязательно Напишите Кате Что изменилось После этого Упражнения Что изменилось После этих звонков Если вы почувствовали Что у вас Камень с души упал Поделитесь Напишите Я думаю Что Кате Будет приятно Да Катя Да Ну я думаю Можно и тебя Александр Отмечать И меня И вообще Я конечно Очень радуюсь Когда понимаю Что эти эфиры Не просто Мы там посидели Поболтали Такие А там Что там Саша Как в Нью-Йорке А мы действительно Во-первых Какой-то поймали Инсайт Во-вторых Мы сделали Прямо сразу же Действие Безотлагательное Я сейчас Например вспомню О том Что мне нужно Папе позвонить Что я давно Ему не звонила И поняла Что вот Прямо надо Надо Я все Откладываю Откладываю Вот Саша Я тебя благодарю Что действительно Это все Настолько важно И просто Я думаю У каждого из нас Есть такие люди Там да Близкие Там родственники Друзья Партнеры С кем Ну что-то произошло В общем что-то не заладилось В этом году И давайте с вами Вот каждый Просто вот Поддержим друг друга Да Каждый выйдет Из этой Какой-то Нескомфортно звонить Конечно Да Этим людям Но мы правда Друг друга поддержим И сделаем этот Неудобный звонок Саша Я благодарю тебя За твою искренность За твое тепло За то что ты в ночи Вот так вот взял И поделился Вот всем Что ты сейчас переживаешь Так открыто Вот Я думаю Просто смотрите Как же вот такие Вдохновляющие примеры Что у нас вот такие Вот Молодые люди Да Там Мужчины Которые уже состоявшиеся Да У Александра У него успешный бизнес И как он все равно Вот этот Голодный такой До развития Да Просто мне кажется Ролевая модель Для многих Особенно там Детей Да Даже для многих Из наших Так вот можно все равно Развиваться И не останавливаться Вот Саша Я благодарю тебя Что ты вот так Среди ночи К нам присоединился Давайте прям Сердечки Александру Чтобы он Почувствовал Что не зря Не зря Он здесь с нами Целый час Отвечал на наши вопросы Вот Спасибо большое Саша Тебе тогда Спокойной ночи Нам всем Прекраснейшего дня Давайте его проведем В таком состоянии Благодарности И с ощущением Своей миссии Спасибо Друзья Люблю вас Да Спасибо Спасибо, Саша Мы тоже тебя любим Спасибо Спасибо Хорошего дня И добрый ночи Люблю привет Обязательно Спасибо Пока-пока